Пусть земля ему будет пухом, госпожа. Не терзайте себя слишком сильно. Благодарю, Афиф Эхатун. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазретлери! Фатьма. Мне очень жаль. Если бы вас не было, я бы тоже умерла, повелитель. Но теперь я одна. Нет, это не так. Есть я, а это и твой дворец. Здесь тебе рады. Мне трудно подобрать слова, чтобы утешить вас в такое время, госпожа. Аллах не оставит вас. Вам нужно держаться. Благодарю, Хюрем. Ты ведь сама этого очень хотела, чтобы я осталась с вами здесь. Но это судьба. Видно, нам с ним не суждено быть вместе. Шех Заде постоянно два человека. Они очень отважные воины. Одного зовут Атмаджа, другого Явус. Они так сражаются по шаху Зрадлери, что я потерял большую часть воинов. Разумеется, он стал осторожен после того покушения. Да? Госпожа. Кто этот Ферхотага? Ты его знаешь? Пока немного, госпожа. Хотя, как говорит Соколу, и я ему верю. Повелитель собрал сведения обо всех командирах Янычар и сделал свой выбор. Хорошо. Вот так, Рустем Паша. Наши враги рыли нам яму, но упали в нее сами. Али Ага мертв. Фенери Заде нет. Барбаросса болен и больше не выздоровеет. Но очень важно, чтобы во главе флота встал кто-то из наших сторонников, если это будет один из сыновей Харидина Паши или даже Тургут Риис. Они выступят против нас. Не для того мы столько старались, чтобы кто-то из них занял его место. Ты подбери подходящего человека, а уж мы потом представим его повелителю. С чего это вдруг понадобилось ехать в Кютахью? Боезет зовет? Он говорил, чтобы я обязательно к нему приехал. И я уже столько времени все собираюсь поехать. Из Кютахи я могу съездить в Манису. Мне будет полезно уехать отсюда и погулять немного. Сейчас не время. Подожди, и потом мы съездим вместе. Мама, я все время чего-то жду. Я понимаю, мне не дают управлять Санджаком из-за моей болезни. Мне это надоело. Я не хочу быть запертым во дворце навсегда. Я ведь не многое прошло, мама. Даже если я скажу «да», повелитель не даст своего позволения. Госпожа, из Манисы прибыло послание. Нурбану Хатун пишет. Давай. Джихангир. Судя по тому, что вы смеетесь, новости хорошие, госпожа. Нурбану полностью оправдала все мои ожидания. Она не только помогла Селиму взяться за ум, но еще и вдобавок смогла забеременеть. Наконец-то у моего сына появится ребенок. Я так за вас рада. Славно. Я столько лет боялась, что у него вообще не будет детей. Фахрия, пусть все об этом услышат. Все должны понять, что род продолжится благодаря нам. Как прикажете, госпожа. Госпожа, я ждала окончания вашего траура, чтобы об одном деле поговорить. Что бы ты без меня тут делала, Хюрем? Если бы не я, твоя жизнь стала бы скучной. Зачем нам сражаться? Ведь мы с тобой можем жить мирно. Не беспокойтесь. Я вашей тайны не выдам. Не думай, что делаешь мне одолжение. Ведь Паша уже умер. Доказать ты ничего не сможешь. Да, кстати, Джихангир только что был у султана. Просил разрешения съездить в Кютахью. Я знаю об этом. Повелитель дал согласие. Правда, Хуриджихан будет сопровождать его. Хуриджихан, да? Мальчик захотел съездить туда вместе с ней. А что такого? Вместе будет веселей. Госпожа! Госпожа! Что такое? Назинин Хатун. Рожает. Вахрия, принеси мое платье. Вы принесли во дворец девочку, которую мы нашли? Сюмбюляга пошел в мраморный павильон, чтобы забрать ее, но это не поможет госпожа. Принеси мое платье. Фатима Султан забрала девушку в свои покои. Я знала. Знала, что она и в это дело вмешается непременно. Принеси мое платье. Давайте, девушки, быстрее. Что это за мычание? Лучше кричи, Хатун. Кричи, чтобы весь дворец знал, что Шек Саде родится. Госпожа, если вы можете подождать до двери, то нам будет легче выполнять свою работу. Это Хюрем Султан дала тебе такой приказ? Нет, госпожа. Хатун, я с места не сдвинусь, пока она не родит. А то, не приведи Аллах, вы убьете ее. Да. Повелитель. Говори. Он и Зиннинхатун роды начались. Фатима Султан приказала мне сообщить об этом вам. Госпожа, успокойтесь. Ради Аллаха не надо так. Что мне делать, говори! А если мальчик родится? Одной лишь тени Мустафы достаточно, чтобы лишить меня сна. А теперь может появиться еще один Шек Саде! Этого не будет. Не будет. Если понадобится, я силой выведу эту Фатиму из покоев. Идет! Идет! Тушься! Ну давай же! Тушься! Давай, давай, давай! Головка! Головка! Идет головка! Давай! Давай! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Доложи повелителю, что я пришел Перестань, не плачь Мы найдем выход Ну что же нам делать, госпожа? Не только Хюрем Султан его видела Но и повелитель узнал, что он здесь Шех Саде теперь в опасности Он приехал из-за меня Это я во всем виновата Повелитель Ты понимаешь, что ты делаешь? Отвечай! Где был твой разум, когда ты покинул свой Санджак И без моего разрешения приехал в столицу? Государь, у меня для вас есть только один ответ Это любовь Любовь Куриджихана слепила меня Твое оправдание хуже, проступка Ты не понимаешь, чем все это тебе грозит? Куриджихан немедленно вернется к Бейхан А ты поедешь в Кютах, Юси, берешь свои вещи Я отошлю тебя в самый дальний Санджак Может, тогда ты наберешься ума? Государь, определите другое наказание В Кютахе я хотя бы могу помечтать Не отнимайте у меня мечту Замолчи! Ты набрался наглости спорить со мной И указывать, как я должен поступить? Вон, чтоб глаза мои тебя не видели Как вы меня нашли, матушка? Как вы узнали, что я в Стамбуле? Кое-кто тебя увидел, и мне дали знать А отец как об этом узнал? Думаю, Фатьма Султан ему сказал Фатьма Султан здесь ни при чем Она Хуриджихан никогда не предаст Ты так в этом уверен? Думаешь, она зря привезла сюда Хуриджихан? Наверняка задумала навредить моим сыновьям Хуриджихан к этому не имеет никакого отношения Она не виновата Меня тоже не в чем обвинять Это тебя-то не в чем обвинять? Не ты ли тайно ездил в Манису и грозил брату? Да это он мне грозил! Знали бы вы, что он натворил! А я все знаю! И Повелитель тоже Хорошо, что он не знает, что ты ездил в Манису Но ему уже и не надо знать об этом Ведь ты и раньше вел себя крайне неразумно Согласен, мама Да, я не раз вас огорчал Теперь Повелитель сошлет меня в кафу А ваш Селим своими успехами будет радовать родителей Боезет! Думаю, теперь ты сожалеешь об этом Я понимаю Ты молода Неопытна Я не сожалею, госпожа Хотя и осознаю свою ошибку Но я просто не смогла запретить себе любить К тому же, Ишихзаде открыл мне свое сердце Это и есть истинная любовь, госпожа Бросаться в огонь, зная, что это опасно Забывать обо всем рядом с ним Это ли не любовь, госпожа? Я уверена, вам знакомо это чувство Это всего лишь слова Ты член династии Османов И всегда помни об этом Для нас любовь Ничто иное, как сюжет для красивых стихов А чувства Повелителя и Хюрем Султан Моей мамы и моего несчастного отца Что же их тогда соединило, если не любовь? Значит, вы такого не испытывали Но если придет любовь То даже страх лишиться жизни Не сможет вас остановить, госпожа Не нужны ни Мустафа, ни враги, Рустен Мои дети сами роют себе яму Шехзаде Мустафа тоже тайно покинул свой Санджак И Повелитель знал это Но против Шехзаде никаких мер не принял Так-то оно так, но приезд Шехзаде Мустафы Тогда стоил Алиаге головы Кого теперь лишат головы? Мы должны найти какой-то выход Если Повелитель, как и говорит Отправит Боизета в ссылку У нас не будет никакой опоры На Селиму уже нет надежды Кроме вас, никто не сможет поговорить С Повелителем, госпожа И смягчить его гнев К тебе Михримах приходила, говорят Что она сказала? То, что всю жизнь внушали ей Хориджихан, ты пугаешь меня? Да Повелитель, пришла Хориджихан Султан Впусти Повелитель Простите, что беспокою вас, но... Если ты пришла говорить об Эйзете То не трать попусту слов Мы с сыном сами во всем разберемся А ты держись в стороне Я пришла по другому вопросу Эта тетрадь вам знакома Не может быть Это дневник моего покойного отца Того, кто когда-то был вашим соратником Другом Того Ибрагима Паши, которого вы называли братом Вы подарили ему эту тетрадь Я знаю Что произошло той ночью в комнате по соседству с вашей И мне говорили, что это вы отдали приказ о казни Но я не верила в это Я не поверю Я прочитала этот дневник и убедилась, что это не так Пусть он останется у вас Потому что Каждая его строка посвящена вам Я не знаю, что вы решите относительно судьбы Баязета Ну, можете не сомневаться Шех Задей ради вас свою жизнь отдаст Принимая решение Помните об этом Субтитры сделал DimaTorzok Простите, мама Вчера я повел себя недопустимо Разумеется, я прощаю Однако Ты наносишь себе вред Проявляя непомерную гордыню Ты отдаляешься от нас Я всю свою жизнь Любыми способами Пытался завоевать вашу с отцом любовь Но так и не добился близости Как бы я ни старался Баязет Что бы между нами ни происходило Я люблю тебя И окажись у меня власть Если бы я стала решать Кому из моих детей Дать право взойти на престол Вы не захотели, чтобы я отправился в Манису Это верно Я за тебя боялась Потому что там ты бы оказался Незащищен от коварства И предательства врагов Хотела уберечь тебя Я не ожидала такой неприятности Однако Надо успокоиться Обещаю, сынок Что постараюсь убедить повелителя Не отправлять тебя в сынку Лакманага, повелитель в своих покоях? Нет, госпожа Где он может быть? Повелитель недавно вышел Нам ничего не сообщил Все очень любили Пашу Аллах упокоит его душу Аминь Аминь Что такое, мама? Все вместе тут скорбят А сами друг другу роют ямы И в одну из ям Может любая из них угодить ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда я был молод, я считал, что смерть есть прощание с этим миром. Кто согласится умереть по собственной воле? Кто захочет предстать перед драконом, обнаженным и беззащитным? Остерегайтесь, о видящие только смерть. Спешите, о видящие судный день, видящие воскресенье. Всякий, кто, как Юсуф, встречает смерть с чистым сердцем, легко прощается с жизнью. Всякий, кто встречает смерть с подлостью в сердце, сворачивает с истинного пути. Смерть каждого человека у сын подобна ему самому. Для врага она враг, а для друга друг. Друг. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Мне бы очень хотелось узнать, что у вас с Рустемом? А что не так? Вот ты мне и скажи. Я слышала, вы спите в разных покоях. Рустем вам сказал? Не нужно забывать. У меня везде глаза и уши. Он напряжен и злится. А я не хочу никаких глупых ссор. Ему сейчас нелегко. Ты обязана успокоить его и поддержать. У нас столько неприятностей еще тратить силу на это. Вмешаться в эту ситуацию. Барбаросса был великим, но неуправляемым. И Торгут Рейс такой же. Решение должен принимать повелитель. Соколу представит вам список претендентов. Хорошо. Уверена, на эту должность подходят многие. Я тоже просмотрю список. Буду счастлив помочь вам с выбором. Это не нужно. Я уже приняла решение. Соколу Мехметага. Это тот, кто нам необходим. Раньше он служил на флоте. А самое главное, он доказал нам свою преданность. Соколу? Почему же именно он? Он подходит больше других. Ты ведь хотел, чтобы флот возглавлял наш человек? Да, все верно. Поддержим Соколу. Подойдет просто идеально. Не только я, но и повелитель ценит его верность. Мне сказали, что ты опять поссорился с братом. Вам надо помириться. Братья не должны враждовать. Скажите, это ему, матушка. Он тайно приехал в мой санджак, а потом нажаловался на меня повелителю. Я знаю, но ты тоже виноват с Силим. Мне известно о твоем письме. Шихзаде, Боизет, Каздрят Лири! Мама. Боизет. Силим. Присаживайся. Ты опять нажаловался? Обычно жалуешься ты, Боизет. Хотя бы не ссорьтесь при мне. Кто прав, кто виноват, меня не интересует. Вы больше не должны ругаться. Все, что было, забудьте. Вы братья, ясно? Забыть не получится. Это невозможно. Впервые я согласен с Боизетом, мама. Но договориться с ним у нас не получится никогда. С вашего позволения. Разрешите? Боизет. Силим тебе не враг. Поверь. Он твой родной брат. А настоящий твой враг. Шехзаде Мустафа. Он твой соперник. Именно он, а не Силим. Запомни это. Я хорошо знаю, кто мне друг, а кто враг. Не вмешивайтесь в это, мама. Открой мне свою душу. Расскажи, что тревожит. Я хочу знать, что тебя беспокоит. Расскажи, и тебе станет легче. Ты же знаешь, я всегда готова поддержать тебя. Я думаю о своих сыновьях. А Мустафея Силими и Боизетти. Они совершают такие ошибки. Я уже думаю, что это не их вина, а моя. Если сказанное мною слово, принятое мною решение, одного из них радует, то другому обязательно приносит печаль. Ты не можешь угодить сразу всем, Силима. Я уверена, что со временем они все поймут. Они увидят, все, что ты делал, ты делал только для них. Ты так думаешь? Ты же знаешь притчу про Мусу и Хидры? Замечательная притча. Когда ты будешь чем-то расстроен, не зная, как поступить, вспоминай ее. Сразу станет легче. Тогда сегодня расскажи мне ее сама. Я хочу послушать, как рассказываешь эту притчу ты. Как-то раз Муса и Хидр вместе решили выйти в открытое море. Владельцы лодки не взяли с Муса и Хидры ни гроша. И тогда Хидр попросил Мусу запастись терпением и не задавать вопросов. Однако посреди пути вдруг прилетел воробей, сел на борт лодки и стал пить воду из моря. Хидр начал выламывать доски из дна лодки. Муса удивился и спросил, неужели ты так хочешь отплатить тем, кто дал нам лодку? А Хидр ему сказал, что он должен примириться с этим. Наконец они вышли на берег и встретили там мальчика. Хидр убил мальчика. А Муса не выдержал и стал обвинять Хидра в убийстве невинной души. Тогда Хидр сказал, я знал, что ты не сможешь со мной примириться. Они продолжили путь и увидели стену, которая должна была вот-вот рухнуть. Тогда Хидр стал чинить стену. А Муса ему сказал, что он занимается бесполезным делом. Хидр посмотрел на Мусу и ответил, что чтобы он мог примириться, их пути теперь должны разойтись. А потом объяснил. Я хотел, чтобы лодка выглядела старой, ибо на берегу есть подлый правитель, который силой отнимает хорошие лодки. Я убил мальчика, потому что, когда он вырастет, он будет мучить своих родителей и выгонит их на улицу. Что же касается стены, то она принадлежит двум сиротам. Когда они вырастут, то найдут закопанный под ней клад. А до этого дня стена не должна разрушаться. И тогда Муса все понял. В любом добре есть зло, и в любом зле есть добро. Любое благо приносит печаль, и любая печаль обернется благом. Ничто не является таким, каким кажется. Сулейман, не жди, что дети осознают смысл твоих решений. Ты должен поступать так, как ты считаешь правильным. Хюра, смерть Хайреддина Паши заставила меня задуматься о собственной смерти. Однако твои слова, твои искрящиеся глаза заставили меня забыть о печальных мыслях. В этом мире я доверяю только тебе, Хюре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok